Привет! Привет всем! Это видео для тех, кто ищет причину и пути решения ошибки P-2015. Татчик положения заслонок пускных каналов работает неисправно. В интернете вы найдете много материалов на эту тему, но я покажу некоторые лайфхаки, которые вам помогут легко решить эту проблему. Когда у вас появляется такая неисправность и горит чек на панели приборов, нужно ее исправить как можно быстрее. Некоторые скажут, что это ерунда и можно кататься на тачке сколько угодно. Но многие согласятся, что неисправность положения татчика заслонок пускных каналов может ввязаться и другие ошибки. Например, иногда потенциометр тросерной заслонки будет работать некорректно. Из-за того, что оно получает неправильный сигнал от порта компьютера. Вдруг, например, при обгоне, когда вы хотите разогнать машину, двигатель начнет троить. Это, конечно, нежелательно. Итак, у вас загорелся чек. Подсоединяйте наш шнурок и выявляется ошибка P-2015. После этого идете в автосервисы. Там посмотрели и сообщают, что нужно менять спускной коллектор. И вам начнут советовать установить оригинал или коллекторы производителей, от которых будет им мало головной боли и больше дохода. Но такая услуга будет стоить дорогу. А что, если мы хотим более бюджетный способ ремонта? Тогда у нас остается два варианта. Отремонтировать коллектор. Или купить с ПУ или китайский коллектор. Самый частный случай неисправности и износ пластиковых деталей. Приводы заслонок или в датчике. Чаще всего пластиковые детали портятся вот здесь или вот здесь. Проверить можно легко. Если есть люфт, тогда коллектор хана. Люфт может быть еще из-за износа и расширения вот этого отверстия датчика. Если сам датчик живой, этот недостаток каким-то образом можно увеличить. Даже из-за маленького незаметного люфта коллектор может работать некорректно. Но если люфт образуется из-за износа пластиковых деталей в стыке рычажного привода от вакуумного привода и у наконечника заслонки, тогда это большой головной боль. Я постарался вылечить это с помощью термоизоленты. Но через несколько недель ошибка ПИ-2015 снова начала вылезать. Так что такой метод не рекомендую. Можно использовать также какой-то суперклей. Но тоже не рекомендую. Потому что если при стыке деталей у вас образуется ход полградуса неточности, тогда такой коллектор, наверное, вам придется выбросить. Портовой компьютер в таком случае будет от датчика получать неправильную информацию. Я постарался коротко изложить теоретический суть этой неисправности. А теперь перейдем на практике. Перед тем, как изменить коллектор, нужно потестировать другой, которого будем вставлять. Для этого снимаем масляный фильтр, чтобы добраться до штеггера датчика. Снимаем штеггер и подсоединяем на другой коллектор, который нужно испробовать. Потом присоединяем компьютер на автомобиль и с помощью шнурка заходим в 142-ю группу. И пробуем, как датчик реагирует, когда заслонки закрыты и открыты до конца. В идеальном случае должна быть в пределах между 0 и 100%. Ну и можно 0,99% или 1,98%. На больших, более 2000 оборотов, компьютер должен показывать 98, 99 или 100%. А на маленьких оборотах комп должен показывать 0 или 1%. Если в 142-м группе видим такие значения, тогда это хорошо. А если нет, тогда ищем причину и обязательно устраняем. Тут придется пошевелить мозгами и мыслить по-инженерски. В моем случае я долго не мог настроиться так, чтобы компьютер получал правильную информацию. Мне повезло и наконец-то, когда я снял и повернул этот маленький деталь на 90 градусов и потом прикрепил татчик, все сработало отлично. Так же важно перепроверить, как вакуумный клапан открывается сломка. Если все в порядке, можно поменять коллектор. После замены исчезла чек на приборную панель ТВ и все, все ошибки. Продолжение следует... Продолжение следует...